Приветствую вас, уважаемые пользователи, с вами снова Genium. И сегодня бы мне хотелось рассказать вам про игрушку Day One Garry's Instant. Что же это такое? Если честно, я пока что ничего хуже не видел. В чем вообще смысл? Я пытался подойти к этой игре три раза. Первый раз, когда я к ней подошел, я прошел первое задание, и больше игра у меня отказалась загружаться. Второй раз я прошел немножко дальше, побегал там, часик, наверное, побегал-попрыгал. Мне игра говорила постоянно, я сохраняюсь, я тебя автосейв, я тебя автосейв, все будет классно. Я выхожу из игры, и захожу вот сейчас получается уже третий раз у нее, и у меня нету ни одного сохранения. Я не сохранился сам, и игра меня тоже не сохранила, видимо, решила, что мне это абсолютно не нужно, что мне нужно сделать все с самого начала. Вот, на данный момент игрушка, слушайте, ну, я не знаю, но у нее уже вышло два патча по 600 мегабайт, когда игра весит сама 300, она все равно очень сильно забагована. Вот, даже вот просто возьмем меню, да, вот я сейчас вот настраивал звук для того, чтобы записать этот обзор. Вот, мы видим кнопочку back, да, то есть нажмите escape, и у вас вот это вот все дело исчезнет, и будет классно, нажимаем escape. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ игра у меня не сохранилась, я вам покажу с самого начала, так пробежимся, расскажу, покажу, в чем смысл и вообще жесть. Игра была выпущена несколько дней назад, я сейчас скажу, 25 сентября она была выпущена, именно тогда я попытался в нее поиграть, у меня ничего не получилось в первый раз. Сейчас у нее уже вышло два патча, они там кое-что поправили, но с каждым патчем у них исправление, которое были уже все работало, оно перестало работать. Сейчас посмотрим, вот у нас очередной патч вышел, посмотрим, что у нас сейчас изменилось. Ну, давайте начнем. Игрушка сделана, так, давайте new game, new game, игрушка сделана на движке анриала. Честно, вот честно, я вообще не увидел никакого анриеловского движка, это, ну, не в обиду сказано, но на юнити, на бесплатном движке, ребята делают гораздо красивее вещи. Итак, что у нас тут происходит? Наш главный герой Гарри, у него, я так понимаю, погибла жена и племенок, он спился, он просто спился, и тут жестоко начал пыхать, работает он летчиком, и сейчас мы с ним познакомимся. Итак, вот он Гарри, смотрите, посмотрите на его шею, ребят, ну, если вы делаете движок на игре анриела, ну, ригинг, ну, могли бы сделать поинтереснее, ну, я вам как человек, который занимается 3D-анимация, там, просто 3D-шкой, ну, слушайте, ну, это, ну, это издевательство какое-то. Вот ролик абсолютно никакой, да, вот, вот мужичок выпил, взял пустую бутылочку, что-то с ней попытался сделать, у него там сломалась уже шея в двух местах, все отлично, и, да, видите, ребята даже воду не сделали, итак, вот нам сказали, что пора лететь, все отлично, да-да-да, я готов, руки у нас кукемона, ну, собственно, что, что говорить, ну, я не знаю, игра, вот, ее надо было в ранний, в ранний доступ высунуть, и сказать, что вот эта бета, да, там, я не знаю, альфа какая-то, самое интересное, да, вот, я не знаю, вот, ролик нельзя пропустить, вот, я перенажимал все, ничего нельзя сделать, ну, ладно, посмотрим, кстати, у нас очень сильно люфтует наш пинк, да, такое ощущение, что он сейчас просто возьмет, и она валится, ну, да ладно, это все мелочи, так, смотрим, что тут происходит, а у нас тут извержение луфигана, ба-ба-ба-бас, в данный момент, должно было разорвать самолет, ну, ладно, забьем хоть физику, физика здесь вообще не пахнет, не нравится, и вот, ну, ладно, что-то в ящике непонятно расслабляет, и, ба-ба-бам, мы куда-то пропали, мы просто взяли и куда-то телепортировались, если вам на данной стадии интересно, еще его не выключили, то посмотрим дальше, и тут мы попадаем, собственно говоря, в движок игры, нас куда-то волочат, волочат через траву, ладно, забьем, в принципе, с травой всегда были проблемы у разработчиков, и вот нам показали этот маленький ролик, да, и очередная загрузка, вот мы в игре, вот он, злобный, злобный шаман, и так, нам нужно выпутаться из квадратных веревок, из квадратных веревок, так, давайте будем выпутываться, отлично, давай, давай, нажимаем D, кстати, вот, я не знаю, видимо, разработчики считали, что это очень хорошая фишечка, нажимать вот эти вот кнопки, но, по-моему, вот такая фишка, да, она хороша, знаете где, на консолях, так, нам, у нас сейчас происходит обучение, что лево или либо право бьем, кнопочка F, кнопочка F, прикрываемся, отлично, удар, удар, убегаем, да ладно, ты какой-то злой, мужик, непонятно, на самом деле, откуда у нас взялся вообще этот меч, потому что меча второго не было, мы ничего не поднимали, итак, вот игра говорит, смотрите, у нас тут умирают люди, красиво, все волшебно, но, что-то я не верю, ребят, ну это же не анриеловский, нет, ну это анриеловский движок, но, ну это графика, знаете чего, вот игрушка в Far Cry, ой, не Far Cry, да Far Cry, это, наверное, даже далеко, игрушечка была Arx Fatalis, по-моему, в 2004 году, вот не играл, вот там вот примерно такая же графика была, так, ты кто такая, тебя спасти, давайте разрубим, так, нет, наверное, надо было кнопку E нажать, ты умерла, ну ладно, на самом деле, я это специально сделал, я вам покажу, мне просто интересно, потому что в прошлый раз, когда я проходил, я ее случайно, ты уже, дорогая, ты же мертва, ты почему до сих пор кричишь, надо написать работчикам, что трупы не должны включать по определению, ну и вот мы отправляемся, изначально игра, она позиционировалась, как, знаете, такой survival с элементами крафтинга, так, нам очень часто будут показывать всевозможные подсказочки, что необходимо делать, вот, как мы видим, здесь нам необходимо сейчас разрубить какие-то, какие-то цепи, то есть все это у нас ничего не рубится, ладно, фикски, итак, подходим, кстати, к кувшину, есть что в кувшине, нет? Нету. Так, бежим дальше, вот, смотрите, кстати, прикол, видите, бочка, да, вот, вот, после, до первого патча этого нельзя было сделать, нам, прежде чем что-то взять из бочки, нам необходимо было хотя бы ее разрубить, сейчас мы вообще можем не париться, мы берем через дерево, у нас чувак супер-мега модный, так, кстати, надо вот это разрубить, табам, мы зажгли первый глаз какой-то странной улыбающейся статуи, и бежим дальше. Итак, игра позиционировалась как сурвайвл с крафтингом, если это сурвайвл с крафтингом, да, то, а, почему так мало крафтинга, ну, это я уже забегаю вперед, б, почему в сурвайвале у нас абсолютно линейный сюжет, да, у нас мы бегаем, бегаем по коридорам, ну, и, конечно же, у меня очень-очень много вопросов именно к багам, ребята, ну, нельзя выпускать игру настолько, забагованную, даже, даже на начальных этапах, ну, это же на это издевательство просто над игроками, с которых вы просите 400 рублей, кстати, вот эти вот шрифты, знаете, они что напоминают, вот, когда берем ворд, да, пишем какую лабуду, а потом начинаем перескакивать по всем, по всем шрифтам, вот там вот в самом-самом конце есть такие вот а-ля технические шрифты, вот, по ходу дела, разработчики просто взяли вот отсюда, так, вот это тоже разрубаем, отлично, такое ощущение, что вот эта статуя, она, знаете, вот, девочки есть, которые фотографируются с айфонами, они так губки вытягивают, такие, она вот эта вот статуя, вот, смотрите, она, она так же вытягивает губки, ну, ладно, предположим, что это, положим, что это, не знаю, это фетиш разработчиков, бежим дальше, значит, нам показали, что у нас там что-то открылось, а, кстати, кстати, крафтинг, вот, видите, это нам показывает, что можно скрафтить себе бандаж, отлично, давайте скрафтим, открываем меню крафтинга, берем вот эту штуку, начинаем крафтить, нажмите кнопку D, нажал, в принципе, мне не обязательно было это нажимать, ну, ладно, а теперь самое интересное, давайте полечимся, дабл, 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 если вы думали, что это все, нет, это не все, нажимаем D, нажимаем A, и нажимаем S, 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 C A, R, 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 R вот, как видите, это такой, очень-очень долгий процесс лечения, ну, ладно, положим, положим, что это интересно, так, что же здесь, что же здесь, тут огонь, давайте его обойдем, тут у нас играют текстурки, как видите, да, ничего страшного, ладно, бежим дальше, итак, элемент Стелс Все, отлично, присели Аккуратненько подбираем Тут можно, кстати, кучу всего собрать Но если мы это будем собирать, то он нас услышит Ну, это плюс разработчикам Молодцы Так, аккуратненько подобрались Так, что нужно сделать? Как его убить? Нажать Е? Да Я, ладно, я его убил, но откуда у него Справа было столько крови Ну, ладно, предположим Тут-тут-тут, давайте все пробежимся, соберем Потому что я знаю, что будет дальше Нам времени сильно собирать не будет Мы соберем все, что можем Итак, мы пришли Так, он прочитал что-то То есть он, видимо, знает этот язык Он нам говорит, что нужно нажать на кнопки Хорошо Я уже знаю комбинацию Он с силой мысли, как, знаете, матерый джедай И у нас тут появляется что-то А теперь самое интересное Слушаем, что он будет говорить Все слушаем Так, видимо Видимо, то ли убрали, то ли я звук Так сильно сделал низко Знаете, что он там говорил? А, да, видимо, звук сделал так сильно низко Он там спрашивал Что я здесь сделаю? Точнее, не что я сделаю А, когда к нему подлетела эта штука Он спросил Кстати, вот еще один интересный момент Нас завалило камнями Мы должны были убежать Но мы не умерли Да ладно, а? Господи, а, ну что ж такое-то, а? Вот это да Вот это да А загрузить можем автосейф какой-нибудь? Давайте какой-нибудь автосейф загрузим Вот, кстати, тоже один большой-большой такой глюк К разработчикам Ребята, если Нас убивает камнями Заваливает Герой должен умереть Ну, это хотя бы Ну, это элементарно Та-дам, та-да-дам Ладно, давайте еще раз уж Хватим эту штуку И все-таки сделаем, как нам говорят разработчики И мы отсюда убежим Уууууу Побежали Все, супер На самом деле, вот эта вот штука, она должна была быть основной фишкой игры, потому что при помощи нее мы можем ломать стены. Ну я сейчас побегал, я одну стену сломал и все. Так, мы ничего не собрали здесь? Ладно, давайте схватим хотя бы бандаж. Фиг, пропустим все, что там было остальное, схватим бандаж и побежали. Тут все ломается, непонятно почему. Падают уже абсолютно заготовленные камни. Та-да-дам. Дынь, дынь. Я не знаю, если вы хотели сделать такую графику как про края еще где-то, то, ребят, ну не дотянули. Надо, 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 надо еще немножечко побегать, поделать. Так, кстати, вот до первого патча мы не могли здесь заряжаться много раз. Мы могли зарядиться всего лишь один раз, но после первого патча они это исправили. Молодцы, работа над ошибками сделали, видимо, им написали. Ну, неужели вы не могли этого сделать до того, как выпустить игру? Ребята, ну прошло 3 минуты. Ладно, не 3 минуты, 5 минут, как мы играем. Почему? Ой, 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 ой. Так, не туда побежал, прошу прощения. Ня-ня-ня, убегаем, убегаем. Так, это кто такие? Непокорные зулусы? Ха-ш! О-о-о! Итак, то есть, видимо, здесь нужно сложно, мы должны были сложно так убегать. Знаете, такой силен Диана Джонса. О-хо-хо-хо-хо! Человек-гиббон выбежал. О-хо-хо-хо! Что это с вами, ребята? Это очень важно. Итак, читаем, что написано. Верните вашу фляжку назад. Девушка-абориген, которую вы спасли в храме, украла у вас флешку. Верните ее назад. Ребята, я убил эту девушку-аборигена еще в храме. Она умерла, и все. Почему она сейчас у меня схватила? Ну, ладно, предположим, что это магия Вуду, она выжила, все классно. Ну что ж, бежим дальше. Как видите, вот она, наша свобода действует. Сурвайвали? Ребят, ну, какой сурвайвал? Какая свобода действий? Что за камни? В последнем патче написано, что у вас появились хай-рез текстуры. Это не хай-рез текстуры. Это непонятно что. Ладно, бежим дальше. Вот она, вот она, классно. Она оставляет магический след, а-ля фея из Питера Пэна. Я понял, это Тинкербелл. Тинкербелл, это ты вернись. Вернись, вернись, вернись. Может шарахнуть у меня нашей штыкой вот этой? Не, ладно. Ладно, ладно, ладно. Мы ее уже один раз убивали, второй раз убивать ее не будем. Привет, че хотишь? Все, она говорит, мы тебе не отдадим. Так. Мама говорит, а, говорит, давай, говорит, найдем мясо. Хорошо. Так, что тут? А, один патрон, минус, ладно, прошу прощения. Так, хорошо. Так, это что такое? Першки. А, это же у нас все для крафтинга. Ребята, это же все для крафтинга. Хорошо. Хорошо, покрафтим. Кстати, вот здесь вот нам говорят, что, смотрите, что это, яблоко или манго. Что спички плюс хворост равно огонь. Супер. Банан. Берем банан. Ти-ти-ри, ти-ти-ри, побежали, побежали. Так, пантера. О, пантера, пантера, пантера. Ребята, вы видите, вы видите, что это за графика? Это жесть. Это, это, это анриеловский движок. И я не верю. Нельзя так испохавить анриеловский движок. Честно. А что, нам не дадут понажимать на кнопочки, чтобы из него достать, нет? Слушайте, не дали. Мы, по-моему, разлинчевали только что вот эту вот пантеру. Но она как осталась в такой позе, так она и осталась. Отлично. Нам говорят, что идите назад. Супер. Пойдемте назад. Поменяйте, говорят, в мясо. Хорошо, махнем. Давай. Привет. Так, дабл клик. Отлично. Легко. Так, это мясо? Да, это мясо. Смотри. О, спасибо тебе, дорогой. На, забирай фляжку. Супер. Нафиг она не нужна. Знаете, зачем она нужна? Она нам нужна будет для того, что, вот посмотрите, если мы посмотрим нижний левый угол, у нас есть голод и есть жажда. И также есть жизнь. Вот, собственно, нам фляжка пригодится для того, чтобы не умереть от жажды. Честно, я еще ни разу не умер от жажды, потому что я настолько долго, у меня нервы не выдерживали играть в эту игру. Итак, у нас очередная новая миссия. Давайте посмотрим, что нам говорят. Найди путь назад к разрушенному самолету. Так, так, ага, значит, все, значит, можно найти. И он где-то упал, где-то недалеко. Хорошо, я так понимаю, что у нас единственный вход сюда. Давайте пойдем посмотрим, что здесь у нас есть. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-рим. Побежали, побежали, побежали. Так, смотрим. Смотрим, смотрим, смотрим. Вот, вот же она, свобода действий. Угу. Исследуйте пирамиду. Отлично, это я могу. Так, в прошлый раз здесь была обезьяна. А, вот она, обезьяна. Эй, чумри. Умри, обезьяна. Мужик. О-хо-хо. Глобный мужик. О-о-о. Нет, они до сих пор плывут. Смотрите, кстати, да. Когда он двигается, у него падают текстуры. Ну, уже не так сильно, как раньше было. Но все равно. По-моему, он нас один раз ударил, да? И знаете, что у нас стало с нашими жизнями? Хорошо, давайте. Давайте, значит, что делаем. Бандаж у нас есть? Нет, но мы можем себе его сделать. Отлично. Э-э-э. Бандари, кишки. А что, мы тоже можем сделать? О-о-о. Нет, не можем ничего скрафтить. Отлично. Давайте хотя бы бандаж скрафтим. Кто, сейчас умрем? Ой-ой-ой. Ребят, походу, сейчас нам... Если обезьяна в нас попадет, то все, нам конец. Э-э-э-э. Злая обезьяна. Гадкая, гадкая злая обезьяна. Пошла вон. Э-э-э-э-э. Вот умри. Все, мы убили эту обезьянку и... Давайте сейчас вот аккуратненько вот сюда вот встанем, полечимся. Полечимся, я говорю. Ну что, давай. Вот, давай полечимся. Вспомним нашу кнопку кликания. Ти-ти-ти-ти-ти-рим. Вот это вот перевязывание энергии, знаете, что напоминает? Совсем недавно вышла игрушка, эксклюзив для Sony PlayStation. Это The Last of Us, вот. Там главный герой, он точно так же перевязывал себе руку для того, чтобы выжить, да, вылечиться. Итак, смотрите, кстати. Кстати, кстати, о птичках. Во-первых, у нас нет ног. Да? Это просто шикарно. Ребят, ну, мы играем, ну, хотя бы ноги сделайте. А во-вторых, такое ощущение, что у нас реально нету ног. Потому что вот она. Вот мы, знаете, это... Такой пьяный-пьяный главный герой, который ползет, блестится. О-о-о, пирамида, мне нужно тебя спасти. И тут у нас абсолютно элементарная, абсолютно элементарная головоломочка. Причем, такое ощущение, что они, знаете, приляпаны тут вообще никак. Ну, ладно, хорошо, смиримся с этим. Давайте, знаете, все это поделаем. Кстати, там вдалеке... Вдалеке-вдалеке, по-моему, буду делать еще одно зеркало. Ту-ту-ту-ту-ту. Такие головоломочки мы решали на этих деб. На, на-на-на-на-на-на-на. На дэнди, на игрушке... Дактейлз. У нас крут шмак дак таскал, также... в зеркала. И там пытался что-то пройти. Ну, немножко игры вообще-то поменялись. В общем, посложнее должны были стать. Но разработчики до сих пор нам предлагают игроволку. Ну, хорошо. Хорошо. Та-дам. Мы что-то открыли. Пик-то. Рич. Так, мы что-то добыли к себе в инвентарь. Что это такое? Странный артефакт. Хорошо, игры с ним. Так, у нас тут переливаются кости. Это что такое? Это... Пунги. Пунги это хорошо. Непонятный алтарь. Просто забили на него. Достали манго. Все, все, больше ничего нет. Нет, ничего нету. Ну и ладно. Теперь самое интересное, смотрите. Видите лестницу, да? Мы могли по ней пройтись. Побежим. Ва-бам! Разбились. Никогда не бегайте по лестнице. Это знаете, это вот... Люди, которые, видимо, ее делали. Они очень сильно... Ре... Знаете, это такая у них рьяная борьба за безопасность. Мужик, 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 давайте его тихо убьем. Тихо, 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 мужика. Да фиг бы с ним, так его завалим. Нет, завалим. У нас уже стелс. У нас же survival. У нас же survival. Так-так-так-так-так-так, аккуратненько. Аккуратненько. Аккуратненько, мужичка, убьем. Если нас, конечно, никто раньше не уничтожит. Те-те. Ох ты, нифига себе, я думал он уже. Вот это ничего себе. Так-так-так-так-так-так. Там, куда там, Е нажать? Е-е-е-е-е-е-е-е-е. Е-е-е-е-е-е-е-е-е. Зачем вы нас этому учили, если все равно это не работает? Товарищ разработчики, ну что это такое? На, пожалуйста, с одного удара мы почти умерли. Откуда он достал меч? Ну, в принципе, что вам еще показывать? Вот все, что можно рассказать об игре, я вот рассказал конкретно сейчас. Если вы мазохист, и вам некуда девать деньги, приобретайте эту игру, играйте. Если вы нормальный человек, и вам, в принципе, жалко 400 рублей, то, я не знаю, может быть, он подпояется в каком-нибудь бандле за 30 рублей, там, да, с купли с ним еще хорошими-хорошими играми. Ну, может, пусть он у вас будет у вас в вашей коллекции. Я, наверное, вообще больше не буду это запускать. Это абсолютно невозможно, ну, невозможно играть. Посмотрим, может быть, там еще каких-нибудь 5-6 патчей появится. Может быть, это будет играбельно. В данный момент я, ну, абсолютно не вижу ничего интересного. Крафтинга нет толком, да. Он есть, но он очень странный. Нормально. Нормального сурвайвала нет. Почему нет? Да потому что нас убивает с одного удара каждый, каждый зулус, который бегает в этих джунглях. Да, почему-то у меня вот слева вверху постоянно написано, что путь должен быть перестроен. Какой путь? Зачем путь? Ребята, ну, вы выпускаете игру, вы хотите, чтобы в нее играли. Вы говорили, что она там будет супер-мега-мега, там, не знаю, там, новое, делайте огонь, а мне нечего делать огонь. Вы говорили, что эта игра будет, прям, знаете, такой, все-таки сурвайвл, прям Far Cry сурвайвл, там, или, не знаю, там, Кризис сурвайвл. Движок, да, есть от Кризиса, но от игры, от Кризиса ничего нету. Даже от, не знаю, от Far Cry ничего нету. Я надеялся, что это хотя бы будет, ну, что-то, не знаю, а-ля Don't Starve в 3D с элементами каких-то заусов, но, нет, это, это абсолютно не игра в ней, честно. Вы, конечно, можете попробовать. Я говорю, деньги, если некуда, говорю, ребят, покупайте. Ну, в принципе, все, что я хотел, все сказал. Спасибо за внимание, с вами был Genium, это была игрушка Day One, Galaxy Incident. Играйте в хорошие игры, а не в это. Всего доброго, пока.